В учениях Северного флота по спасению экипажа аварийной подводной лодки впервые приняли участие два глубоководных аппарата. Операцию специалисты организовали в губе Эйна, Мотовского залива, Баренцево море. Маленькие подводные спасательные аппараты, которые легко помещаются в трюме поискового судна Георгия Титов, главной силой сегодняшних учений. Со стороны может показаться, что самая сложная задача это спустить ярко-оранжевые батискафы на воду. Процесс изрядно усложняет волнение на море. Тренировка проходит в губе Эйна, Мотовского залива, Баренцево море. По легенде учения, одна из подводных лодок Северного флота потерпела аварию и легла на грунт. На сигнал бедствия незамедлительно приходит помощь, но сначала спасателям предстоит найти субмарину. Следующая задача – пристыковаться к аварийным выходам, чтобы экипаж, терпящий бедствия лодки, смог перебраться на борт глубоководных аппаратов. Каждый из них способен взять до 20 моряков. Смотрите, энерглаком достаточно и так вперед идем теперь. Лаком достаточно. Главное в учениях проверить профессиональные навыки специалистов и технические возможности подводных спасателей, в том числе при выполнении задач по внезапным водным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова